Визит президента США Джо Байдена в Киев. Напомним, об этом стало известно абсолютно неожиданно. Буквально несколько часов назад, сегодня, в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки именно в нашу столицу, Киев. Его ожидали, как напомню, в Польше, однако Байден появился в столице Украины. Это его первый визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Ранее также сообщалось, что Байден вылетит из Вашингтона во второй половине дня 20 февраля по американскому времени, а прилетит в Польшу утром 21 февраля по местному времени. Утром президент США и Украины были замечены в центре украинской столицы. Прямо сейчас вы видите эти кадры. Это площадь около Михайловского собора в Киеве. Здесь находится стена памяти. Сегодня в Украине день памяти героев Небесной Сотни. Именно этих людей сегодня и вспоминал президент Украины Владимир Зеленский, а также супруга Зеленского, первая леди Елена Зеленская. Кроме того, в этом Михайловском соборе побывал и президент Джо Байден. Кроме всего, стоит отметить, что во время визита Джо Байдена в Киеве звучали сирена воздушной тревоги. Кроме всего, стоит отметить, что позже главы государств провели переговоры тет-а-тет с делегациями и провели пресс-конференцию. Ожидается, что во время визита в Киев Джо Байден заявит о предоставлении нового пакета военной помощи. Но также стоит отметить, что уже есть сообщение от Белого дома. Белый дом сообщил, какую помощь Байден привез в Киев. Я процитирую. Я объявляю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством. Сейчас мы видим кадры также из Киева. Это все события, которые происходили сегодня утром около Михайловского собора. Это прямо сейчас происходит, уточняют наши коллеги, с места событий. Это главный вход в Михайловский золотоверкий собор. Это центр столицы. Джо Байден и Владимир Зеленский сейчас выходят из этого собора. И, как вы слышите, на заднем фоне звучит сигнал воздушной тревоги. Это, в принципе, ожидаемая реакция Российской Федерации на визит президента США. Стоит напомнить, что президенты США не так часто бывали в Украине. И последний раз визит президента США в Украину был в 2008 году. И вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже комментирует визит Байдена накануне годовщины вторжения России в Украину. И вот что он заявил. Россия обязательно проиграет. Путин и его свита пойдут под трибунал. Украина получит все необходимое оружие. Никаких компромиссов. Совершенно четкий сигнал. Ну и кроме всего, добавим еще слова Джозефа Байдена, сказанные сегодня во время визита в Киев. Он сказал так. Сейчас, когда мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. И когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибался, уточнил Джо Байден во время визита в украинскую столицу. Мы обязательно будем следить за всеми событиями, которые сейчас разворачиваются в нашем Киеве. Напомню, это первый визит президента США Джо Байдена с начала полномасштабного вторжения. И, в принципе, первый визит президента США в Украину с 2008 года. Но стоит также напомнить, что для Джо Байдена это не первый визит в Украину, а, как уточняют источники, уже седьмой. Первые шесть визитов состоялись в период в 2014, 2015 и 2017 годах, когда Джо Байден занимал должность вице-президента США. Что ж, мы следим, ну а пока поговорим о других событиях в Украине и мире.